Взрываются все новые и новые таланты, новые интересные люди, с которыми очень приятно встречаться, узнавать, смотреть. Спасибо огромное, Сергей Иванович, вам за такой вклад в развитие культуры нашего района. И я хочу зачитать из тетради записей. Ну как это? Нет, это читаю. Шановный Сергей Иванович, ваши идеи развития культуры и мистеца – важливый этап развития селища и района. Ваша деятельность будет гидно оценивана поколениями. Марина Реброва, Починьи. Художная выставка – это дотик до красы. Мы попали в чаревный свет через картины и поспілкувались с обдарованными людьми, художниками. Мистецтво – ліки від Буденщини. Воно дарует глядачам свитло, радость, знания, надихает на добро. Облагороджує село Артемьевка Жадан Марко Стадник. Я захопленный, я зачарованный. Выставка, выставкова зала – це чудова. Велика вдячність Сергею Ивановичу Матозному за його ініціативу, його добру волю. Ковалёк, місто Харків. Каждая выставка имеет свое лицо. На одной выставке была концертная программа, звучали песни, стихи. На другой выставке проводился мастер-класс. Дети были настолько заинтересованы, когда проходила выставка Алины Павленко, и она рассказывала, настолько интересное искусство существует. И работали, принимали участие в мастер-классе и дети, и из печенек, и из мортовой, и взрослые. А сегодня мы проведем благотворительный аукцион «Помогите Катеньке». Подробнее я расскажу около столов, где вот это проще. Тебе научиться надо вставать и выворачивать. В містах. В містах, да. Ты все красивее. Не получается. Вот это малышка требует нашего внимания и нашей поддержки. Здравствуйте. Я мама Катюши. Меня зовут Винта. Наша семья состоит из четырех человек. Папа, мама, Катюша и сынок Ваня. Доченька, к сожалению, является особым ребенком по халатности врача, которая принимала роды. Катеньке 11 лет. У нее тяжелый диагноз. Последствия органического поражения, ЦНС, ДЦП, двойная генеоплогия, задержка психического статокинетического и речевого развития, приводящая контрактурой бедер. Ой, мне трудно, конечно, читать. Сейчас пропущу. Оказалось, при обследовании ребенка, когда настаивали родители, врачи сказали, ничего страшного. Выписали сироп самозины и отправили домой. Но оказалось все это очень страшно. У Кати было внутри желудочковое кровоизлияние в мост. Не оказав своевременной помощи, нас просто выпихнули из роддома. Дома Катя просто плакала дни и ночи напролет. Не спала, плохо кушала. В один вечер при купании потеряла сознание на руках. Каждая мама меня поймет, что я пережила в те ужасные минуты. Нет, читать всего я не смогу, поэтому я закончу. С годами наши финансовые сбережения равны нулю. Мы обращаемся к вам за помощью. Сегодня в аукционе принимают участие поделки свои преподнесли. Бондаренко Татьяна Петровна, Селина Лариса Викторовна, Горб Людмила Григорьевна, Коваленко Светлана Сергеевна, Гемченко Виточка, Дом детского творчества, Эмитра Нина Григорьевна, Баранченко Светлана Ивановна. Особенно вот много на этом столе как раз поделки материала Баранченко Светланы Ивановны. Новый двор лук. Мы начинаем. Поскольку это год аукцион благотворительный, я провожу впервые. Может у меня будут какие-то шероховатости, неточности, вы меня извините. Но все денежки мы будем класть вот в эту копилочку, а затем сегодня же отправим на счет приват-банк. Начнем, поскольку я начала говорить, что у нас год будут крысы или белые мышки. Крыс я боюсь, поэтому я предпочла попросить у Ларисы Викторовны вот такое изделие, мышка. Я считаю, что мышка это такое существо, которого, например, я совсем не боюсь. И даже можно поставить, я себе тоже сделала такой сувенирчик и поставлю на новогодний стол. И если кто-то сегодня приобретет этот лод, верьте, поскольку мышка, она труженица, она спасает в конце лета, в начале осени, зернышко по зернышку, в свою норку, все для своей семьи. Поэтому в вашем доме будет, вы также стараетесь, запасаетесь. И вместе с мышкой у вас будет замечательный год. Итак, мышка, 50 гривен. Кто хочет сегодня приобрести свой дом, семейный, если семейный уют, и купить вот эту замечательную мышку? Вот, стоит 50 гривен. Пожалуйста. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Подумайте. Так, так, я вам не вижу. Так, а кто больше? 60 гривен. Так, есть. А кто больше? Раз. 50 гривен. Два. 50 гривен. Ага, больше. Так, иди, иди. Так, сколько? 60. Итак, 60 раз, 62, 70, 70 раз, 72, конечно, мышку на огне, не сиди. 73. Итак, первый год. Так, 73. Отводим вот эту картиночку и вручаем первый год. Ой, да. Продолжаем. вот этот год готовила сама жита своими руками. Он стоит 200 гривен. 200 гривен. Так, желаете, есть. 200 гривен раз, 250, 250, 250, 250 раз, 252, 253. Пожалуйста, органируем. вот такой прекрасный оберег. Ну, сейчас модно и, наверное, правильно иметь в доме оберег. чтобы в вашем доме были трубки, чтобы ваша жизнь свела и вас радовала, я думаю, нужно приобрести такой лот за 50 гривен. Всего 50 гривен. 50 гривен. Желаете, желаете приобрести этот лот за 50 гривен. Так, желаете, пока нет. Карлась, пока переходим к следующему лоту. Баранки, вот такие делают удивительные бургеты действительно прекрасные и горшочки. Ну, это, конечно, лот дорогой. Здесь и уже материал, и труд. 200 гривен. Лот 200 гривен. Так, в таком случае оживим. Оживим еще таким способом. А у нас есть вот такой лот. Спасибо Сергею Ивановичу представил на нашу выставку вот такой лот. 350 гривен. 350 гривен. Кто дает 350 гривен? Нет, я знаю, что здесь есть человек, который готов приобрести и для школы, для лицея, для лицея имени Генриха Семиратского, потому что ко мне уже подходили, интересовались этим лотом. 350 гривен раз, 350 гривен два и 350 гривен три. Я очень рада, что именно лицей приобрел эту картину, поскольку лицей носит имя Генриха Семиратского. Ребята сегодня присутствуют, они все очень довольны. Детский дом воркет вот такой лот предоставил. Ну, я думаю, обязательно сюда найдется подарить своей малышке Новый год такую украиночку и всего 50 гривен. Так, 50 гривен лот кто следует вот для своей малышки такую куколку 60 гривен. Дорогие, не уверены от этих предоставил кого-то. Так, Александра Николаевна, Славя Леонидовича, спасибо вам. У нас вот эти маленькие лотики за 20 гривен, которые можно прикинуть в холодильник, и он также будет украшать ваше жилище. Так, 20 гривен лотки. 20 гривен лотки. Есть желающие прикинуть за 20 гривен. Так, начинаю деньги считать. хорошо. Ага. Так, 20 гривен раз, 20 гривен два, а там 20 гривен три. Так, можете платить. а вот такой объект, а вот такой объект, здесь даже есть иконка, тоже, 50 гривен, 50 гривен раз, 50 гривен два, 50 гривен так, ну, раз, не что больше, не сейчас, то я сейчас понимаю, что 50 гривен и так, там, в своей руке. Хорошо, что-то. Что-то. А вот такой вот здесь написано мешок любви. Если вы везете такой лот за 25 гривен, у вас же будет мешок любви. 25 гривен раз, 25 гривен три. Хорошо, вложите, и пусть вам повезет, вас любят, жалеют, жалеют, спасибо. А кто-то захочет себе казака, ага, казак на улыбательнее приобрести вот такой 300 гривен. 300 гривен 300 гривен раз, 300 гривен два, так, три. гривен с армей среди. Спасибо. Ну, малыши-то есть у многих, я думаю, обязательно кто-то заходит в подарок к Новому году, подарить малышу, школьнику, младших классов, также можно сказку, которая называется Беляночка, стоит сказка 50, стоит книга 50 гривен. 50 гривен раз, все рисунки в этой книге, она вся иллюстрирована цветными рисунками, нарисовала Анастасия Кугайева, ученица лицея имени Генриха Семирадского, когда она рисовала, обрисовывала эту сказку, училась в шестом классе, сейчас она учится уже в восьмом классе, неужели кто-то не хочет приобрести такую книгу. У кого-то дети взрослые, но у вас будут обязательно внуки, все равно время идет, и вам пригодится такая книга до 50 гривен. В таком случае у каждого есть возможность подойти, посмотреть на эти сувениры и согласно своему бюджету, если вам что-то понравится, мы сможем приобрести вот какой-то лот. Пожалуйста. Потому что, возможно, вы посмотрели, присмотрели. Там нет, там не продаются. За теми столами не продаются. И тут не продаются? Нет, нет. можно купить только вот здесь. Нет, нет. двадцать пятьдесят летом до 100 летом соседа. У нас в поле не все в поле с тремя не скоб нет. Я понимаю можно, да, можно. Спасибо. А это Сергея Ивановича, я еще не сказала подарок. Сейчас, вы не расходите, Сергей. Вот и все. Так, пожалуйста. Так, купили за две секреты. Там две? А, она продает? Да. Все, хорошо. Да. Что за сезон? Да. Это просто пол, хотя положите... Что нам надо? Да. Ну, как это? Да. Давай, покажем. Да. Так. Почему ты... А, это не важно. Так, это, наверное, 50 гривен. Ну, иди... Ну, что? А, как надо? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok